Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного фефилакта болгарского архиепископа на Новый Завет. Часть 25. Толкование на послание о римлянам 1.14.15. Поэтому я готов и вам проповедовать, хотя бы перед глазами были опасности. Такова была ревность его о Христе. Толкование на послание о римлянам 1.16. Римляне слишком привержены были к мирской славе, а Павел должен был проповедовать Иисуса, претерпевшего всякое бесславие. И римлянам, естественно, можно было стыдиться, что таков Спаситель. Кроме того, поскольку они надмивались мудростью, то я, говорит, иду проповедовать крест и не стыжусь того, ибо он есть сила Божия ко спасению. Итак, что я, Павел, проповедую, то содержит не наказание, не погибель, но спасение. Кому? Всякому верующему. Ибо благовестие служит во спасение не просто всем, но приемлющим оно. Толкование на римлянам 1.17. Сказав, что благовестие есть во спасение, объясняет, как оно есть во спасение. Толкование на римлянам 1.18. Начав с того, что доставляет большие блага и сказав, что правда Божия открывается через благовестие, употребляет теперь выражения, которые могут устрашить, ибо знал, что большая часть людей привлекается к добродетели страхом. Римлянам 1.19.21 Заметь эту особенность писания и не порицай ее. В нем во многих местах встречаются такие выражения, для объяснения которых надо отыскивать причину упоминаемого в нем в опыте. Толкование на римлянам 3.1.4. Бог признал иудеев достойными и потому вверил им небесные откровения. Говоря так, внешне защищает их, но при всем этом выставляет на вид новое обвинение, доказывая, что они не уверовали словам Божьим, которые служили к их чести. Если не уверовали, то от Бога ли это? Толкование на римлянам 3.19.20 Законом же называет весь Ветхий Завет, а не один Моисеев только закон. Так и теперь наименовал законом пророчества Исаии и Давида. Толкование на римлянам 4.1.3 «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» Римлянам 4.22.25 «Поэтому и высказывает, что о том написано и для нас, и что нам вменится вера в правду, только бы мы имели ее, веруя в того, кто воскресил Иисуса». Римлянам 6.3.4 Рассказывает, как умерли мы для греха через крещение. Римлянам 6.5.7 Толкование «Как умерший освободился от греха, то есть избавился, свободен, так и ты, крестившийся и умерший для греха, оставайся мертвым». Толкование на римлянам 6.14 «Тогда не было еще ни вспомоществующего духа, ни крещения, могущего умершлять грех». Толкование на римлянам 8.14 «Хотя ты и принял крещение и стал через крещение Сыном Божиим, но если не будешь водиться духом, то утратишь дар». Комментарий Игнатия Лапкина. Как показала статистика и тщательные исследования, из 300 крещеных моченых в храм ходит только один. И то от случая к случаю. Что же понаделали лживые пастыри, совершенно не научив тех, кого допустили до крещения, и даже внешне совершив его абсолютно неправильно? За такое их крещение-мочение они все достойны извержения Иссана. Цитата. «Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. «Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Пятидесятое апостольское правило. «Хотя ты и принял крещение и стал через крещение Сыном Божьим, но если не будешь водиться Духом, то утратишь дар». Толкование на Римлянам 8.32 «Представь себе, что Он не пощадил Сына Своего, то есть единородного, возлюбленного, который из существа Его, ибо есть Сыны Божии, усыновленные через крещение, но предал Его за нас, предал за всех, то есть благородных, неблагородных, славных, ничтожных, предал не просто, но на убиение». Толкование на Римлянам 9.8 «Поэтому слова в Исааке «наречется тебе семя» следует понимать так. «Семя Авраама суть те, которые родились по примеру Исаакова рождения, то есть Словом Божиим». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодняшнее учение в Православной Церкви о рождении свыше совершенно не сходится со Священным Писанием, или даже отсутствует. Утверждают, что рождение происходит от воды и духа, но нет ни того, ни другого. Душа, не оплодотворенная семенем Слова Божия, не может никогда родиться свыше». «Поэтому все, что делается в крестильных комнатах, есть не рождение, а удушение. И если бы даже крестили в полное погружение, так же не научая, то ситуацию это нисколько не выправит. Был сухой мертвый грешник, а ушел мокрый мертвый грешник». Толкование на римлянам 9.17 «Ибо Писание говорит фараону «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Толкование на римлянам 10.10 «Ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» Комментарий Игнатия Лапкина «Это место Писания и толкования разве по-другому звучит на церковно-славянском языке или другой смысл на другом языке?» «Почему же эти слова не притворили в жизнь на Руси за тысячу лет?» «Андрей Боголюбский велел водить иностранцев по храмам, да видят поганые, како веруют православные». «И это не частное мнение воина Андрея. Слово Божие на Руси не проповедовалось никогда как должно. Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» Тысячелетия православных учили молчать в храмах и в монастырях. И зорко следили за тем, чтобы никто не проповедовал Евангелие. Было время, когда в храмах запрещали проповедовать даже присвятера. Какой дух додумался до этого? Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Вера, основанная не на священном писании, может подвигнуть на величественные подвиги и даже на жертвенность. Но, цитата, «что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» 1275 монастырей было на Руси, в которых учили молчать перед революцией. 57 тысяч храмов было на Руси перед революцией, в которых учили молчать. И, наконец, пришли «острашлемные» витязи со страшными звездами. И уже не основываясь на Библии, довели до совершенства этот призыв к молчанию. «Кто будет что-либо говорить о Христе – гулаг и смерть». Безбожная сатанинская власть стала открывать храмы в 1943 году и отпускать из заключения священников и архиереев под непременное условие полного подчинения безбожной власти и полного молчания. И вот теперь стали прорастать новые герои веры, которые в открытую возвестили миру забытый лозунг, цитата, «что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми». И сегодня Дух Божий вновь тревожит души людей этим предупреждением, «что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми». Толкование на послание римлянам 10.11.13 «Сказав, что сердцем веруют, а устами исповедуют, приводит из Писания свидетельство о вере и исповедании или призывании». Толкование на римлянам 10.14.15 «А почему не уверовали? Потому ли, что не слыхали? Апостолы, обходя Вселенную, возвещали не иное что, как неизреченные блага и мир Бога с человеками. Поэтому неверие есть собственная вина тех, которые не приняли проповедников». Комментарий Игнатия Лапкина. «Какие печальные для православного слуха слова читаем мы здесь! Как могут быть блаженными люди, не исполняя слов, написанных здесь блаженным феофилактом?» Толкование на римлянам 10.16 «Апостол указал, что пророки свидетельствуют, что этих благовестников послал Бог». Толкование на римлянам 10.17 «Поэтому говорит, что вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания, ибо слышание это не простое, не обыкновенных речей, но глаголов Божиих. Посему, если ищешь чудес, которые происходят от Бога, то верь и словам, которые говорят от Бога». Комментарий Игнатия Лапкина. «Сколь необычно читать такие слова для современного православного человека, воспитанного на акафистах и канонах, на поездках по монастырям и поиске чудес и мироточивых икон. Как все запутали в вопросе спасения. «Вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания». Толкование на римлянам 10.18 Апостол отвечает «Вся Вселенная слышала. Как же не слышали те, у которых апостолы провели столько времени и от которых произошли?» Комментарий Игнатия Лапкина. «Если вся Вселенная слышала проповедь о рождении свыше, о принятии верою Христа своим Спасителем, о личном, сознательном уверовании, придя в возраст, значит, слышали все, кроме православных. Священники заморили свою паству, приучив их стоять мертвыми столбами на длинных непонятных богослужениях. Люди идут в храм отстоять службу, но Слово Божие предупреждает, что цель прихода в храм в первую очередь состоит в следующем. Экклесиаст 4.17 «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Сегодня люди даже и не думают, что они худо делают, что богослужения поставили на первое место, отменив проповедь. Толкование на Римлянам 10.19 Опять новое возражение. «Если апостолы проповедовали, то иудеи не поняли, уже ли не заслуживают они извинения». Толкование на Римлянам 10.20 «Исайя смело говорит, то есть усиливался высказать истину во всей ноготе и лучше подвергнуться опасности, нежели молчать». Комментарий Игнатия Лапкина. Когда говоришь о проповеди Библии, то православные смотрят на тебя с большим подозрением. Ты не только рискуешь быть непонятным, но тебя с легкостью объявляют врагом православия. Но проповедь Библии, да, прозвучит через каждого, в первую очередь в среде православных. «Лучше подвергнуться опасности, нежели молчать». Толкование на Римлянам 10.21 «Отсюда видно, что израилетяне и слышали, и знали, но не хотели покориться». Комментарий Игнатия Лапкина. «Совершенно неожиданно для нас самих мы получили глубокое внутреннее убеждение, что нужно издать Новый Завет с толкованием святых отцов с комментариями. И отныне уже никто не скажет, что они не замечали, не выделяли эти слова в Писании и в толковании блаженного фефилакта. Это слова о крайней необходимости проповеди Евангелия, проповеди о жертве, принесенной Сыном Божьим, о пролитой за наши грехи, при чистой крови Его проповеди живой и вдохновенной, которую должны нести в мир все христиане. Отныне о всех читающих это будет сказано. Они слышали и знали, но не хотели покориться». Толкование на Римлянам 14.24.26 «А благовествование мое и проповедание Христово одно и то же, ибо это не наше учение, а его законы. Но вот все Писания возвещают ту тайну, которая вводит безразличие в пище». Толкование на Римлянам 15.5 «Показывает, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение». Комментарий Игнатия Лапкина «Не научая свою паству священному Писанию, в какие беды ввергли священники доверившихся им. Придумали духовничество, старчество, сделали человека совершенно безвольным и беспомощным. И люди по всякому пустяку бегут к своим духовным вождям, не знающим Писания, руководителям. Если бы православные любили Библию и следовали ее, то они бы знали, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Произошла подмена, и величина этой подмены обнаружится только на страшном суде. Бог всемогущий и страшный, создатель вселенной, по любви своей нисходит к падшему человеку. Он даровал человеку слово свое, святую Библию. Библия – это не просто бумага и буквы, но это есть живые слова живого Бога. И Бог напрямую говорит к каждой душе, «Бери и читай, открывай книгу и исследуй Писание». А если что непонятно, Бог дает святых учителей церкви. Спроси у них, и они тебе разъяснят. Читая Священное Писание, каждый христианин найдет в нем ответ от Бога, именно на его скорбь, лично на его печаль. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Наш Создатель говорит нам через апостола Павла, 1 Коринфянам 10.13, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Спаситель мира Иисус Христос через Слово Своё Сам утешает скорбящих, посылает им терпение. Сегодня священники взяли на себя миссию и утешителей, и наставников, совершенно не сверяясь с Библией. Библия враждебна их деятельности в этом плане, потому что только она и разрешает все скорби и печали. Нужно только знать, где это место Писания. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Конец 25-й части